Часть 11 Пчела и шестигранник Пришло время приоткрыть еще одну завесу. Кажется, их лжи нет конца. Важно понимать, что науку можно построить на основании практически чего угодно. Идеологические теории гелиоцентризма и сопутствующих научных областей главным образом метафизична и не основана на наблюдениях за физическим миром, в котором мы живем. Сатанинский кабал мог бы легко сказать нам, что Земля имеет продолговатую или треугольную форму, и вся наука и математические уравнения были бы посвящены объяснению этого. Хорошая научная фантастика работает точно так же. Наука описывает, но не делает ее реальностью. Наша реальность не устроена согласно теории гелиоцентризма. Мы не испытываем ничего, что говорит нам о том, что Земля – это шар. Нет. Гелиоцентризм – это скорее концепция или идея, которая уводит многих ученых все дальше от открытия реальной истины. Воспринимаемый мир вступает в разногласия с научной теорией. Земля – это преднамеренный обман. И этот обман также присутствует в нашем геологическом понимании плоской Земли. Через наших учителей мы сталкиваемся с мифологическими историями о существах, превращенных в камень. Самая известная из них – легенда о медузе Гаргоне, у которой вместо волос были змеи и чей взгляд превращал людей в камень. Ее следы встречаются в европейской, индейской, азиатской, древнегреческой и океанических культурах. В истории часто фигурируют змеи или василиски. Многие считают, что они являются способами объяснения окаменения наших предков. Вот изображения окаменелых животных и вот несколько изображений окаменелого дерева из национального парка окаменелого леса в Аризоне. Ученые-жрецы всего мира говорят нам, что органическая живая материя становится каменной посредством двух способов. Деревья окаменевают после их погребения в осадочных породах, таких как густая грязь или вулканический пепел. Посмотрите поближе на окаменевшие деревья. Они не просто превратились в камень. Они состоят из кристаллов. Катаклизм, такой как грязевое наводнение или извержение вулкана, буквально превратил древесину и живую материю в кристаллы. Для этого, как нам говорят, нужно, чтобы кислород и бактерии не смогли добраться до вещества, чтобы начать его разложение. Именно так. Почему мы вообще верим в такую чушь выше моего понимания? Мы хороним мертвых и они разлагаются. Они не превращаются в камень или кристалл. Извержение вулкана приносит вулканический пепел. Этот пепел разрушителен. Как говорит нам Википедия, это может повлиять на здоровье людей и животных. Это может нарушить работу электрических систем. Это может разрушить самолеты и здания, начиная от частичного до полного обрушения кровли. И все же, ученые говорят нам, что это тот же самый вулканический пепел, который ответственен за явление окаменения древесины. Тысячи людей погибли при вулканических извержениях. Почему мы не видим окаменевших человеческих тел из кристаллов? Почему все жертвы разложились? И это не лава. Лава расплавила бы кости. Вулканический пепел не вызывает окаменения. Это окаменелое дерево аккуратно лежит почти нетронутым, чтобы весь мир мог его увидеть. Также, похоже, что оно было разрезано на аккуратные куски. Неужели пепел или осадочные породы еще и нарезали эту древесину, прежде чем превратить ее в красивый кристалл? А если нет, то, пожалуйста, укажите мне древний источник, который мог резать камень и кристаллы. Это не более, чем просто театр для легковерных. Отложения или вулканический пепел не объясняют окаменение должным образом. Лягушка не просто взяла и превратилась в камень. Вы даже можете найти окаменевшие соты и ульи. В течение своей жизни пчелы летают туда-сюда, собирая нектар и пыльцу с цветов. Они могут обнаружить как наличие, так и характер полей цветов. Они делают это, чтобы собрать информацию о цветке и выяснить, не посещала ли его недавно другая пчела. Как только они собирают достаточно нектара и пыльцы, то возвращаются в гнездо и помещают их в восковые ячейки. Эти восковые ячейки построены как симметричные шестиугольные формы. Соты представляют собой массу из шестиугольного призматического воска. Пчелы обладают врожденной способностью устроить свои соты шестиугольной формы, создавая ячейки одинакового размера и делая периметр ячеек минимальным. Другими словами, это экономично. Так используется наименьшее количество материала для создания сетки ячеек. Геометрическую эффективность шестиугольника можно увидеть повсюду в природе. В фасетке глаз – трикоз в форме шестиугольника. Смотрите, шестиугольник повсюду. Не бывает двух снежинок одинаковой формы, но все они имеют одну и ту же фундаментальную геометрическую форму шестиугольника. А вот пример с гибкими стеблями растений. Как вы можете видеть, каждое отдельное волокно имеет шестиугольную форму. И это не случайность. Никакого случайного совпадения или везения. Это разумный замысел. Мир природы растет и развивается с эффективностью. Стебель состоит из шестиугольных колонн, которые позволяют ему расти вверх. И вот результат. Красивые растения и деревья растут вверх, к небу. Когда мы смотрим на древесные кольца под микроскопом, мы видим похожие геометрические узоры шестиугольника. Микроскопические фотографии окаменелого дерева показывают те же самые шестиугольные колонны. Но согласно мнению ученых жрецов, в нашем мире существуют аномалии – базальтовые колонны. Это идеальные шестиугольные колонны, которые отражают высочайшую эффективность, наблюдаемую нами в органическом живом веществе. Википедия и научный мейнстрим говорит нам, что столбчатый базальт образовался из-за охлаждения потоков магмы или лавы. Вот как выглядит расплавленная лава. А вот так она выглядит после охлаждения и затвердевания. Так как же магма или лава остыли и образовали шестиугольные формы, столь совершенные в своей геометрической симметрии? Это мостовая гигантов, Ирландия. Это похоже на то, что магматическая лава образовала эти огромные шестиугольные колонны идеальной формы. Представьте, что вы снова стали маленьким ребенком, полным любопытства, чтобы познавать чудеса этого мира. Что вы видите? Башня дьявола в северо-восточном Вайоминге – самая известная в мире структура из базальтовых колонн. Место паломничества скалолазов, которые отваживаются подняться покажущимся бесконечными расщелинами между колоннами. Они говорят нам, что башня была образована извершением лавы. А что ты видишь сейчас? Я знаю, что ты видишь. Следы старой вулканической магмы, которая остыла и образовала скальный массив. У нас даже не было шанса. Все знают этот фильм – близкие контакты третьей степени. Стивен Спилберг соткал свое колдовство и закрепил сатанинское название башни дьявола. И снова навязал нам инопланетную программу вторжения – неизменное уничтожение. Она не всегда так называлась. Индейцы называли это Типи Матео или Большой Медвежий дом и вокруг него существует целый фольклор. Только в 1875 году Ричард Ирвинг Додж дал ему сатанинское название и которое президент Рузвельт увековечил в 1906 году, назвав башню первым национальным памятником США. Это не застывший поток лавы. Это остатки гигантского дерева на основе кремния. Это настоящее окаменелое дерево. И это разрушение, контроль, ложь. Они образовались не благодаря вулканическому пеплу. Это останки крошечных веток и веточек от чего-то гораздо большего и давно забытого. Приглядитесь к этим альпинистам, рискнувшим подняться наверх. Вы можете видеть шестиугольные башни, очень похожие на отдельные шестиугольные волокна. Некоторые волокна со временем разрушаются и отваливаются от общей массы. Присмотритесь повнимательнее к трещинам и сломанным частям внешнего стержня. Это окаменевший эпидермис – слой клеток, покрывавший стебли, очень похожий на нашу соединительную ткань. Стебли не входят в землю вертикально, а изгибаются к земле, так же как основание дерева. Посмотрите еще раз на стебли льна. Посмотрите, как масса становится меньше по краям. Теперь смотрите. Мы видим здесь то же самое. Представьте себе альпиниста, который не думал ни о чем другом, кроме камней и никогда не видел дерева. Посмотрите на другие чудеса мира с базальтовыми колоннами. Пожалуйста, скажите мне, как магма или лава сформировала это? Поток магмы просто остановился в воздухе и начал охлаждаться и затвердевать в эти шестиугольные колонны? Точно так же, как божественное творение наделило другие организмы врожденным интеллектом эффективности шестиугольника, эти колонны были частью живых деревьев. Наша плоская земля фрактальна – микрокосм и макрокосм. Грандиозное величественное чудо, на многие мили вокруг которого не видно ничего подобного. Лава не смогла бы сформировать это, даже если бы попыталась. Но ведь ты не заметил, не так ли? Неужели ты этого не видишь? Мы родились зрячими, но стали слепыми. Твои глаза со временем стали предателями. Присмотрись получше. Вершина плоская, это дерево было срезано и оно было всего лишь одним из многих. Эти гигантские древесные пни буквально повсюду. Смотрите. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Южная Африка, вы видите древесные кольца? Не все из них были срублены, только самые лучшие. Остальные были взорваны, разодраны, повалены. Смотрите. Почему эти деревья были срублены? Что же произошло на земле? Дерево, которое в твоем видении выросло большим и сильным, касалось вершины небес и было видно со всех краев земли. Книга Даниила, глава 4 Базальтовые колонны, вероятно, представляют собой особый вид растений. Но не все гигантские деревья мира образованы из базальтовых колонн, но и из других кремниевых структур. Существовали гигантские деревья разных видов и типов, очень похожие на деревья, что мы видим в наше время. Не все из того, что мы называем горами, является гигантскими деревьями. Глазам, попавшим под воздействием света, требуется время, чтобы привыкнуть, но вы начнете замечать разницу. Это не вулкан. Это куча отходов, которые были насыпаны гигантскими машинами. Он имеет идеальную конусообразную форму, как и все подобные структуры. Лава и вулканический пепел содержат большое количество кремния. Они насыпали здесь находившиеся в земле кремнии и химические отходы своей деятельности. Эти химические вещества время от времени вступают в реакцию друг с другом, а иногда загораются. Любой фермер скажет вам, что кучи компоста могут начать нагреваться до точки самого сгорания. Микрокосм и макрокосм Кремний является вторым по распространенности элементов в земной коре после кислорода. Кремний структурно очень похож на углерод. Многие ученые выдвинули теорию о том, что жизнь на основе кремния возможна. Когда кремний вступает с кислородом, он превращается в кварц. Это дерево на основе углерода, а это дерево на основе кремния. История – это ложь. Когда-то была кремниевая эра, когда деревья росли до огромных высот, и они состояли в основном из кристаллов, таких же, как кварц. То, что мы сегодня называем камнями, на самом деле, всего лишь фрагменты старых гигантских деревьев и других живых организмов. Скалы и камни – это фаза между кремниевыми и углеродными формами жизни. Нет окаменелых организмов, есть только останки организмов силиконовой эры. Более 75% вулканов Земли находится в огненном кольце, занимающем большую площадь в бассейне Тихого океана. Глубочайшего океана на Земле. Взгляните на это изображение наших океанов без воды. Вы можете видеть шрамы и впадины на дне океанов. Именно здесь они копали и добывали больше всего. В огненном кольце находится самая глубокая впадина на Земле – Марианская впадина. Она имеет длину 2,5 тысячи километров и глубину более 10 тысяч метров ниже уровня моря. Посмотрите на все остальные впадины в этом районе. Вовсе не случайно самый большой вулкан на Земле – массив Таму. Он расположен прямо рядом с этими впадинами под водой. Его площадь равна площади Великобритании. Размеры добычи здесь создали 452 кучи производственных отходов. Иначе говорят то, что они называют вулканами. Видите ли, на Земле никогда не было океанов, таких, какими мы знаем их сейчас. То, что сейчас является океанами, когда-то было покрыто глубоким кремниевым кристаллом. Вся жизнь была основана на кремнии. Кремнию не нужна вода для роста. Это очень отличается от жизни на основе углерода, о которой мы знаем и которую мы переживаем, как люди. Только жизнь на основе углерода нуждается в воде, чтобы выжить. Ученые обнаружили необычное количество углерода во льду полюсов Земли, возраст которого насчитывает тысячи лет. Такого большого количества углерода не должно быть во льду. Они говорят нам, что его присутствие связано с сжиганием ископаемого топлива со времени начала промышленной революции. Но это не объясняет углерода, возраст которого насчитывает тысячи лет. Это говорит о том, что в какой-то момент нашей истории произошел огромный всемирный пожар. Углерод был привнесен на Землю. Кремний обычно связан с кислородом. Известно, что для того, чтобы довести кремний до его самого чистого состояния, что означает удаление молекул кислорода, необходимо использовать углерод. Кремний очищают путем реакции с углеродом в виде угля, древесного угля, и нагревают до 2000 градусов в печи. Они извлекли кремний из земли, собрали гигантские кремниевые деревья и использовали гигантское количество углерода для очистки кремния. В наших океанах содержится 38 тысяч гигатонн углерода. Одна гигатонна равна одному миллиарду тонн. Кремний является вторым по распространенности элементом в земной коре. Присутствие углерода в земной коре на самом деле очень низкое. Углеродная жизнь никогда не должна была появиться. Земля никогда бы не отдала предпочтение жизни на основе углерода перед другими возможными вариантами. Создатель никогда бы не предпочел углерод кремнию. Кремний сформировал бы невероятно прекрасный мир. Он связывается с кислородом в 5 раз сильнее, чем углерод. Углерод слабее и сочетается со многими другими элементами. Из-за этого наша жизнь коротка и подвержена болезням. Но опять же, не все горы – это деревья. Поэтому вы можете ощущать духовное и физическое изменение в вас, в некоторых частях гор, а затем ощущать чувство пустоты в других частях. Это Катлфиш – самый большой копшовый колесный экскаватор в мире на сегодняшний день. Роторный экскаватор работает, соскребая землю и оставляя вогнутую каменную стену. Посмотрите на эти скалы в Австралии. Их называют чудом света – каменная волна. Это не каменная волна. Это шрамы от добычи гигантским роторным экскаватором. Мы можем найти представление гигантских машин в доиспанской керамике, выставленных в Коста-Рике и Сан-Франциско. Представьте, что вы сельский житель и вы впервые видите один из них, но гораздо более гигантский по масштабу. Вы бы тоже подумали, что это какое-то мифическое чудовище. Посмотрите на Тулу – древнюю столицу толтеков. Они почитали этих существ и воздавали им почести – скульптурами на вершине своих пирамид. Посмотрите внимательнее на их руки. Они выглядят так, словно держат в руках дрели или электроинструменты. Посмотрите на этот рисунок. На нем изображены существа в каких-то металлических костюмах со шлемами, которые закрывают все их лицо для защиты или что-то похожее на пилы в их руках. Нам говорят, что эти артефакты были сделаны до того, как был открыт металл. Но это явная ложь. Посмотрите на эти изображения карьеров. Вы видите многоуровневую ступенчатую структуру. Это сформированная структура с прямыми углами, если смотреть сверху. Экскаваторы забирают огромные куски земли. И вот получившийся результат. Они лгали абсолютно обо всем. То, что они называют утесами и долинами – не более, чем карьеры. Посмотрите на проходы в долине и известняковые отвесные скалы на ее границе. Огромные куски земли были выкопаны и вырезаны. Теперь посмотрите на наш остальной мир – карьерные многоярусные скалы. Вы все еще можете видеть на земле следы машин, оставленных когда-то. Они выпотрошили всю землю. Это пустошь. В некоторых старых карьерах много влаги и люди могут заниматься сельским хозяйством, а растения вырастать снова. Это не озеро, это затопленный карьер. Посмотрите на Каспийское море – это гигантский затопленный карьер. И эти карьеры буквально повсюду. Горы Тибета – карьер высотой 6000 метров. Национальный парк Гранд Каньон в Америке – огромный карьер. Озеро Луиза в Канаде – затопленный карьер. Ущелье Ред Ривер в Америке – карьер. Пик Дикстрик в Англии – карьер с новой растительностью. Высокогорье Шотландии – многоуровневая система карьеров. Сноудония в Уэльсе – система затопленных карьеров. Голубые горы в Австралии – огромный выпотрошенный карьер. Снова голубые горы. Сравните эту стену со стеной добычи мрамора человеком в Альпах. Мы должны проснуться. Национальный панк Тон Гаррира в Новой Зеландии – карьерный террикон. Парк штата Юта – огромный карьер. Горы Бугатти – отходы карьера. Ледник Горнер в Швейцарии – дорога, проложенная в карьере. Радужная гора в Перу – карьерный террикон, полный химикатов. Озеро Лунный кратер в Исландии – затопленный карьер. Намибийская пустыня – пустошь из карьерных отходов. Египетская пустыня. Нижний слой земли полностью соскублен. Здесь ничего не растет. Там не осталось никакой почвы. Пустыни полностью искусственны. Они являются результатом горных работ гигантских масштабов. Настолько варварских, что они уничтожили всю почву и живую жизнь. Австралия – это огромный карьер, в котором почти нет почвы, только красная пыль. Пустыня Сахара – это гигантская пустошь отходов карьера. Что такое песок? Это кремний или диоксид кремния. Песок представляет собой мелкодисперсную кремниевую пыль. Точно так же, как мы видим опилки при вырубке деревьев на основе углерода. Это остатки кремниевых деревьев. Балтийский янтарь прибивает к берегам Балтийского моря. Янтарь – это окаменелая древесная смола. 90% мирового янтаря поступает отсюда. В океанах так много янтаря, которого там не должно быть. Это отходы крупномасштабной добычи древних гигантских деревьев Земли. На Земле нет ни одной области, которая за всю историю не была бы использована для добычи. На Земле нет естественных скал, гор, оврагов, плато, каньонов, пустынь. Земля – это не вращающаяся планета. Это развивалось с течением времени. Это старый плоский карьер. Они лгали нам обо всем и скрывали истинную, варварскую историю. Ужасный грех. Знаете ли вы, что деревья общаются корневыми системами через подземные сетевые системы? Древесная сеть. Они общаются с помощью медленных пульсирующих электрических сигналов. Под землей существуют целые кристаллические системы пещер. Говорят, что пещеры образуются в результате водной эрозии. Но почему во многих из них так много гигантских кристаллов? Это не пещеры. Это отрезанные корневые системы наших старых, величественных, гигантских кремниевых деревьев. Взгляните на реки нашего мира сверху. Они выглядят как следы выкопанных корней деревьев, потому что так и есть. Они вырезали эти гигантские деревья и их корни. Многие речные системы на самом деле являются затопленными корневыми системами наших старых, величественных, гигантских кремниевых деревьев. Не случайно многие из наших гигантских древесных пней расположены в национальных парках и на охраняемых землях. Это означает, что мы не можем копать там и находить корни, прикрепленные к этим структурам. Голливуд потешился над нами и дал нам видение, которое, скорее всего, очень похоже на истинную историю Земли. Смотрите. 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 Продолжение следует... Интересно, что режиссер этого фильма, Джеймс Кэмерон, также одержим идеей нырнуть в Марианскую впадину. Кремний, как известно, является мощным полупроводником. Это основной элемент, делающий возможными компьютерные чипы. Чипы памяти и процессоры были бы невозможны без кремния, он хранит память. Вот почему они называют нашу эпоху силиконовой эрой. И именно поэтому это называют силиконовой долиной. Они пришли и принесли углерод, чтобы окислить и извлечь чистый кремний из нашего некогда прекрасного мира. Возможно, он мог выглядеть примерно так. Зачем они это сделали? Что произошло на Земле? Углеродной жизни не должно было быть. Если присмотреться повнимательнее к углероду, мы обнаружим, что он состоит в основном из изотопа углерода-12. Изотоп углерода-12 составляет 98,93% от всего элемента углерода. Углерод-12 состоит из шести протонов, шести нейтронов и шести электронов. Углерод занимает шестое место в периодической таблице. Это метка зверя. Углеродная жизнь, человеческая жизнь, какой мы ее знаем, была создана зверем. 666. Может быть, именно поэтому у людей такая врожденная склонность к сатанинскому варварскому поведению. Мы должны двигаться к истине, свету, добру. Все, что нам говорили, ложь. Вся наша история, сатанинская выдумка и насмешка над нами. Я хочу показать тебе еще кое-что. Старые фотографии. Они сказали, что это просто для сохранения и реставрации. Но ты можешь составить свое собственное мнение. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...